Приветствую вас, дорогие зрители! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня мы с вами посмотрим на необычный руль от производителя Хори. Необычный этот руль по той причине, что он в первую очередь предназначен для консоли Nintendo Switch, но его также можно подключить и к ПК. Это руль RVP Racing Wheel Pro Deluxe. Поступает руль в такой вот небольшой коробке. В комплекте есть блок с двумя педалями и сама рулевая база. Давайте мы с вами поскорее перейдем к распаковке. Первым делом достаем педали. Они небольшого размера и имеют две наживные пластины газ и тормоз. Обе педали имеют маленький градус нажатия. По ощущениям это как две большие кнопки газа и тормоза, но как они работают мы проверим уже в игре. К педалям также идет платформа под ступни. Отдельно у нас лежит крепление руля к столу, аналогичное креплению Thrustmaster D300. Обязательно идет инструкция на разных языках, включая и русский. Ну и сам руль. Рулевое колесо не съемное. В собранном виде педали выглядят вот так. Легкие, компактные. Материал пластик. Руль легкий, компактный, имеет 18 кнопок на рулевом колесе и два подрулевых лепестка. Кабель подключения к ПК не съемный. Диаметр рулевого колеса 28 сантиметров и имеет угол поворота в 270 градусов. Тип крепления руля струбцина. Материал пластик. Я уже установила руль на стол. Сделала это при помощи своей любимой дощечки. Все дело в том, что на моем столе есть небольшой скос, из-за которого прямой угол стола теряется. И поэтому любое крепление начинает ползать, каким бы оно ни было. Поэтому меня всегда выручает моя дощечка. Крепление, кстати, максимально простое. Сначала я немного вкручиваю крепление в сам руль, а потом уже все приделываю к столу. Также я присоединила педали к рулю, и все, что мне остается, это только воткнуть USB в компьютер, и руль начнет работать. Подключив наш руль к ПК, идем сразу за настройки. Покажу вам на примере игры ETS 2. Настраивается Hori Racing, как и любой другой руль. Распознается игрой отлично. Через мастер настроек выполняем все стандартные этапы. Все работает хорошо. Поворот руля передается без проблем, так же, как и газ с тормозом. Ранее я говорила о том, что педали имеют небольшой градус наклона. Тем не менее, работают они не как кнопки, и можно полноценно контролировать силу нажатия. Что касается назначения клавиш, все работает, и забиндить на руле нужные вам команды в игре можно. Единственное, что при настройках в играх вам нужно указывать не рулевое колесо, а геймпад, иначе руль может работать некорректно. Сейчас мы с вами переходим к тестам в игре. Игру я выбрала, конечно же, Евротрак Симулятор 2, потому что считаю, что все рули первым делом надо тестировать в Евротраке. Но в целом считаю, что на этом руле можно попробовать поиграть и в гонки тоже. Однако, сами понимаете, что 270 градусов, отсутствие вибрации и обратной связи вряд ли станут вам помощниками в мире гоночном, так сказать. Здесь еще более-менее, конечно, можно играть в Евротрак, в целом не испытывая какого-то сильного дискомфорта. Но, как я уже и сказала ранее, обратной связи здесь нет, то есть форс-фидбэка в принципе как такового здесь не существует. И нет вибрации, то есть нет ощущения дороги, ощущения столкновений. То есть вот я заезжаю на бордюр и я буквально ничего совершенно не чувствую. Не чувствую, что я еду по рельсам сейчас, например. То есть это все руль передавать вам не будет, просто потому что у него подобного функционала нет. Более того, этот руль игрой вообще распознается как геймпад. Поэтому, конечно же, у него другой функционал, направленный больше на игру, конечно же, на Nintendo Switch. Я знаю, что на Nintendo есть Mario Kart, и вот я считаю, что в Nintendo этот руль будет показывать себя на все сто. Потому что все-таки для Nintendo создано не так много рулей, чтобы из них можно было выбирать, да, и гнуть пальцы. Поэтому я считаю, что вот для Nintendo вариант очень и очень хороший. А если у вас, например, есть Nintendo, есть компьютер, но вы хотите при этом иметь один руль, который можно подключать и к ПК, и к Nintendo, то данным рулем можно сразу убить, так скажем, двух зайцев и закрыть сразу две потребности, при этом не тратясь на еще один дополнительный руль для ПК. Но имейте в виду, да, опять же, про обратную связь, про вибрацию, все, что я сказала, это может вызывать у вас некоторый дискомфорт. Потому что мне, например, конечно, очень непривычно, весьма дискомфортно, я бы сказала. Ну, потому что я привыкла к рулям, у которых хотя бы есть обратная связь, и сейчас я себя немножко чувствую как не в своей тарелке. Конечно, конечно, было бы замечательно, если бы я могла протестировать этот руль и на Nintendo. Но, как вы все знаете, данной консольки у меня нет, поэтому я могу тестировать только на ПК. Ну и, конечно, управление получается такое, весьма дерганное, причем еду я не очень быстро, но, видите, да, как будто есть какая-то небольшая мертвая зона, и есть чувство, будто бы руль не сразу реагирует на ваше воздействие, что ли, будто бы в игре не сразу отображается анимация, как мне кажется, будто есть какая-то небольшая задержка. Ну и в целом, видите, да, выглядит это так, весьма рисковато. Педали. Давайте поговорим про педали. Педали, вот, кстати, вполне себе нормальные, максимально, конечно, они простые, вот насколько это возможно. Максимально они легкие, максимально неупрямые, неупругие, не тяжелые, они не знают, что такое там пружина, например, и все такое. То есть вот просто нажал, отпустил, нажал, отпустил, нажал, отпустил, все. Машинка едет, машинка, ой-ой-ой, тормозит. Но я еду сейчас, мне кажется, даже плоховато, просто с какой-то непривычки. Педаль тормоза, она, вот знаете, по ощущениям, ну, чуточку, чуточку совсем туже нажимается, чем педаль газа, но, опять же, не настолько сильно, и сам блок вот этого управления, сам блок с педалями, он такой маленький, крошечный. Мне кажется, что если у вас большая мужская нога, то вы, возможно, случайно нажмете две педали одновременно, газ вместе с тормозом. Но мне нормально, мне нормально, педали маленькие, ноги у меня маленькие, поэтому мне вполне комфортно. Конечно, они немножко уезжают, но это проблема вообще, мне кажется, большинства, большинства педальных блоков. Я не видела еще ни одни педали, которые бы у вас не уезжали бы куда подальше, когда вы на них нажимаете, поэтому эти тоже норовят от вас куда-то сбежать. Но в целом, в целом, если мы все-таки с вами рационально оцениваем этот руль как руль все-таки в первую очередь для Nintendo, то для Nintendo это очень и очень хороший вариант. Тут всего лишь 270 градусов, но я не думаю, что на Nintendo вам нужно 900, когда вы играете в Mario Kart, мне кажется, что там 270, это как раз-таки тот максимум, который и нужен, зачем просто больше. Но, конечно, в условиях там Евротрака и других игр может показаться, что этого маловато, но опять же, тут приходится выбирать и решать, нужен вам этот руль для ПК все-таки, или стоит его оставить только под Nintendo, а потом обзавестись рулем на 900 градусов с обратной связью и так далее. А вот если все-таки мы, опять же, говорим про Nintendo, то замечательно, учитывая свою ценовую категорию, я бы сначала сказала бы, что дороговато, потому что за вот эту сумму, примерно на 13-14 тысяч, можно найти руль уже на 900 градусов, уже даже с пародией какой-то на форс-фидбэк и с вибрацией хотя бы минимум, а здесь ничего такого нет, да, можно сказать, что дорого. Но, опять же, для Nintendo это своего рода эксклюзивная вещь, потому что рулей для Nintendo их не так много, и нет особого выбора, поэтому цену ставят соответствующую. Так что, в целом, для консолей это неплохо, это хорошо, поэтому, если вас такое заинтересовало, то вполне себе можно взять все-таки на заметку данный руль. В общем и целом, под игр для ПК я поставила бы ему где-то 6-7 из 10, да, потому что если покупать его только для ПК, то, мне кажется, весьма странновато, это весьма странноватое решение, потому что, опять же, ни обратной связи, ни вибрации, ничего, а вот если для Nintendo отдельно, либо Nintendo плюс ПК, то замечательный, отличный вариант, и в этом случае я бы поставила бы вообще все 10 из 10. Но, вообще, какое у вас мнение насчет данного руля, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете насчет него. И, кстати, очень будет здорово, если под этим роликом в комментариях появятся как раз-таки те самые обладатели Nintendo. Пожалуйста, появитесь и скажите, хотели ли бы вы себе подобный руль, или, может быть, вы уже думаете над его покупкой. Обязательно мне расскажите, и также, пожалуйста, скажите, как вы бы его оценили, потому что, я уверена, вы намного лучше представляете, как данный руль справился бы в мире консоли Nintendo, поэтому обязательно буду ждать ваших комментариев под роликом. Ну и другие ребята, у которых Nintendo нет, тоже все равно пишите комментарии, оценивайте, опять же, по 10-больной шкале. Данный руль, как мы всегда с вами делаем, а свою оценку я уже сказала. И на этом моменте ролик подходит к концу. Всем вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще почему-то на меня не подписаны. Ну а мы с вами встретимся в следующих роликах и на стримах. Всех вас целую, обнимаю, и всем пока! Девка за рулем!